Приветствую вас, аноним. Я бы предложил вам на самом деле личностный рост как способ обрести смысл жизни и снизить зависимость от вашего молодого человека. Я бы предложил вам работу с личными границами как способ отграничить себя от него или не обязательно прямо от него, от любого человека, как бы другого. Не обязательно именно от него. Я бы предложил вам на работу с чувствами для того, чтобы научившись себя лучше ощущать и осознавать, вы могли бы более полно видеть то, что вам интересно и так далее. Я не думаю, что ситуация, которую вы описываете напрямую связана с тем, что вы зависимы от парня. Честно говоря, я больше склоняюсь немножечко к другой мысли. Я больше склоняюсь от мысли о том, что вам изначально по жизни не было особо интересно то, что вы делаете. И вам изначально по жизни особо не увлекало то, чем, грубо говоря, вы занимались за ним. Это ведь вопрос выбора и вопрос отношения к себе. Поэтому мне кажется, что то, что вы описываете, это следствие, но не причина. Так что обрести смысл жизни вы можете, если будете работать над теми проблемами, которые я озвучил. Вот. Вот как-то так. Для чего еще работать над собой? Вот вы говорите, что вы вроде бы чего-то от него хотите. Вот. Вроде бы чего-то вам от него нужно. Вот. Но обязательно не хотите. Это значит что? Ну, в первую очередь это значит, что вы не очень понимаете, не очень умеете, вероятно, выражать свои чувства. Да? То есть, ну, может, не очень вы понимаете, например, то, что чувствуете, вот, не очень обоеваете себе в этом отсчет, в том, что чувствуете. И, соответственно, выражать их у вас получается только в определенной форме. Ну, вполне вероятно, что если с вами поработать в контексте, ну, вот, допустим, эмоционального интеллекта, чтобы вы несколько лучше понимали, что происходит с вами, допустим. Ну, вполне вероятно, что ситуация могла бы, могла бы измениться, могла бы стать гораздо более для вас, ну, интереснее, гораздо более для вас привлекательнее. Вот. Хотя, понятно, что здесь, ну, могут быть свои нюансы, вот. Понятно, что здесь могут быть свои какие-то такие моменты, вот, которые могут, ну, могут казаться вам важными, например. могут казаться вам серьезными, но эти моменты, ну, могут по факту быть другими, вот. Вот. Такая ситуация тоже, в принципе, возможно. Возможно, вполне. Вот. Поэтому, я бы сказал, я бы сказал, что, ну, вот, на это тоже надо бы обратить внимание. Ваши. Ваши. Вау. Вот. Я бы сказал, так. По крайней мере, по крайней мере, для меня это выглядит таким, таким образом. Вот. И, соответственно, если вы сможете научиться выражать вот то, что вас беспокоит, например, несколько лучшим образом, вот, если вы сможете выражать то, что вас волнует немножко по-другому, да, вот, то, на мой взгляд, ситуация может улучшиться, ситуация может стать гораздо интереснее для вас, вот. Потому что сейчас, ну, вас легко понять, что вам не нравится, как это делать, потому что, ну, мужчина получается просто вам пользуется, потому что вы эб... Ещё и сами себя эго предлагаете. То есть, понятно, что... Вам — что вам эта ситуация не нравится и хотели бы вы её поменять. А это естественно здесь. И вы — молодец большая. Ну вот. Дальше, что касается депрессии, ну вот именно если мы говорим про депрессию, если мы говорим про депрессивное, например, состояние, да, вот, то здесь, конечно, нужна экспертиза, вот, потому что дистанционные диагнозы никто ставить вам не будет, это было бы нарушением, как мне кажется, профессиональной этики, вот, это было бы нарушением, мне кажется, неуважительным. И по отношению к вам подобное поведение, вот, то есть, ну, то есть, мне кажется, что вы заслуживаете большего, потому что, мне кажется, что вы не заслуживаете того, чтобы вам кто-то по интернету ставил диагноз, мне кажется, что вы заслуживаете именно всестороннего, всестороннего и полного обследования, если мы говорим именно про обследование, я подчеркиваю, да, да, вот, вот, если мы говорим именно про этот момент, ну, здесь есть нюансы, здесь тоже есть нюансы, вот, и нюансы, в первую очередь касаются распределения, я бы сказал, компетенции, то есть, вопросами депрессии, если это заболевание, занимается врач, психотерапевт, либо клинический психолог, вот, но не психолог-консультант, вот, а психологи-консультанты не занимаются заболеваниями, вот, заболеваниями занимается психотерапевт, вот, ну, а, как бы, психотерапевт именно в медицинском смысле слова, вот, в психологической работе, в помощи психологической, психотерапевт также присутствует, вот, также присутствует, но там, а, психологической работе, а, там это немножко другое направление имеет, и не столько это связано с работой с болезнью и лечением, сколько это связано с взаимодействием, с, вот, ну, с психическим, как бы, состоянием человека, вот, поэтому я не знаю, откуда вы взяли, что у вас депрессия, если подозрения на нее есть, если качество вашей жизни падает, то имеет смысл обратиться к врачу для того, чтобы вам этот момент тоже-то же скорректировали, вот, чтобы вы не оставались с, ну, в этом, условно говоря, одна, вот, чтобы, чтобы вы как-то, получили для себя возможность, да, значит, ну, получить для себя возможность, ну, помощь, помощь, вы получили помощь, вот, это, мне кажется, достаточно, вот, достаточно важно, вот, вот, и вот много вопросов, именно в контексте, вот, и вот таковы момент, так так сказать, поэтому я надеюсь, что, ä, отменяя мои мысли, а вам, э, истинная, вот, Она связана именно с тем, что вы изначально пришли как бы в отношении будущей, не очень интересующейся своей жизни, что в итоге привело вот к такому результату. Это не удивительно, это, я бы сказал, абсолютно нормально такое. Довольно часто бывает, и это не страшно, с этим можно работать. Но если вы думаете, что можно вот так, в таком формате найти для вас смысл жизни, то вы не правы. В смысл жизни вам никто не найдет. Вы его можете найти, это правда. Но для этого вам нужна помощь, в том, чтобы найти смысл жизни, как раз. Вот. И соответственно, в этом мы готовы вам помочь. Вот. в поиске смысл жизни. Вот. И мы вам поможем. вот. Ну вот. Именно с этим. Вот. Если вы, условно говоря, позволите нам, если вы позволите нам вам помочь, если вы позволите нам, ну, как бы оказывать вам помощь, конечно. Вот. Я думаю, примерно так. Можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Что касается молодого человека, то вы абсолютно правы. По крайней мере, в том, ну, в том смысле, вы правы, что не пишетесь, ему не пишете, а вы, значит, ну, вам не хочется взять. Вот. В этом смысле вы большая молодец. Вот. Ну, на мой взгляд, достаточно жаль, что, ну, что вы, как бы так сказать, не пишете, потому что не знаете как. То есть, вот, именно не знаете, что написать, не знаете, как выразить свои, ну, свои чувства, да, свои желания, например. Вот, и этому тоже вас, мне кажется, можно научить. Вот, если опять же повторюсь, вы этого сами хотите, потому что пока ваш запрос, вот, если мы говорим конкретно про ваш запрос, да, что у вас запрос, он, это про, вот, как раз психотерапию, вот, и психотерапию, ну, не быстро, скажем так. То есть, это, это вот, значит, ну, психотерапия какое-то время займет здесь, вот, как мне кажется, по крайней мере. Поэтому я думаю, что так важно вам обратить на это внимание. Вот именно обратить внимание на себя, в первую очередь. Обратить внимание на то, что вас волнует и беспокоит и приважит. Вот. Мне кажется, мне кажется, что смысл жизни человека, это ощущение жизни. И мне кажется, что, вот, в вашем случае, да, у вас не получается, у вас не получается, у вас не получается, у вас не получается, у вас чувствует пока что жизнь. Вот. Потому что вы пытаетесь, как будто бы, подпитаться, вот, у других людей. Как будто бы вы действуете из-за, ну, дефицита, как будто бы у вас мало очень энергии своей. И меня очень интересует момент, а как так получается, что у вас, вот, энергии-то, очень мало своей стати. Как так выходит? Вот. Я бы на это обратил внимание. Я бы на это обратил ваше внимание. Вот. И посмотрел бы на это не в контексте ваших отношений с мужчиной. Вот. Ни в коем случае. А больше в контексте, ну, такого, вашего, ну, целостного больше, что ли, взаимодействия с, с жизнью в целом. Понимаете? Такая штука. Вот это, мне кажется, путь как раз в сторону вашего развития. Вот. Больше, чем то, что вы делаете сейчас. Больше, чем то, как вы сейчас это делаете. Вот. Я думаю, примерно, плюс-минус такой ответ я бы мог вам отдать. Вот. И лучше всего делать это со специально. Вот. А по отношению к мужчине вам стоит прислушиваться к себе, чего вы хотите, чего не хотите. И просто об этом ему рассказать или сказать. Вот. Он, скорее всего, на первый раз вас не услышит и не поймет. Вот. Потому что вы, ну, условно говоря, отучили его от внимательности. Вот. Я вас сейчас не обняю. В ни в коем случае вы не подумайте. Пожалуйста. Вот. Вот. Такого, такого желания обменять вас в чемлиб у меня нет. Просто я говорю, о-о-о. Это для того, чтобы вам помочь... помочь. Вот. Мы отучили его, и он уже не представляет сейчас, просто, а как так можно, вот, как, как, как вообще так можно, чтобы было по-другому? Как можно так, вот, чтобы вы сами не предлагали чего-то, ведь всегда живые это делают, и, соответственно, привычка осталась. Вот, поэтому ничего удивительного, здесь нет. Другой вопрос, другой вопрос, что с этим делать дальше, вот, это психотерапевтическая работа. Ну, это всё, я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам было полезно, то, что я рассказал. Буду благодарен вам за обратную связь, по-моему, ответ это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи и успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.